Екатерина Новикова Город действительно очень мужественный, очень славный. Много музеев, много различных историй. Когда ходишь по городу, уже чувствуешь дух того, как люди боролись за этот город. Именно героической обороне Севастополя посвящен шестой этап эстафеты «Салют Победе». На концерте в Новоивановском Екатерина рассказала о своем родном городе, а хоровые коллективы Одинцовского округа исполняли песни военных лет. Владимир Алексеевич поет в хоре «Ветеран» с 2011 года. Его задача не из легких, ведь петь вторым голосом очень непросто. Признается, полюбил музыку еще в школьные времена, когда играл в ансамбле русских народных инструментов. Сейчас он с большим удовольствием поет уже всем известные песни и разучивает новые. Мы с удовольствием там поем, с удовольствием отдаем свои силы и набираемся сил, и набираемся здоровья самое главное. Мы же тренируемся, это вот то, что вы видели, это такой элемент. У нас полтора часа занятий, и мы тренируем голосовые связки, мы тренируем легкие. То есть это еще и здоровье для ветеранов. Новоивановское торжественно передало территориальному управлению Барвихинское официальные символы эстафеты. Это знамя победы, самозарядная винтовка СВТ-40 и ящик для переноски мин. Мы должны знать каждого участника и ветерана Великой Отечественной войны. Мы должны знать каждого плакатника. Мы должны познакомиться с каждым узником концлагеря. Мы должны с работником тыла обязательно побеседовать. Кто это мы? Это подрастающее поколение. Это ребята. Это мы, взрослые. Уже совсем скоро мы отметим 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Проект «Салют к победе» стал частью подготовки к этой великой дате. Символично, что география проведения эстафеты в этом году расширилась. К Одинцовскому округу присоединились Руза и Власиха. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.